Робот Робот На девятом месте еще один робот, который испытывает человеческие эмоции из фильма «Робот по имени Чапи», в котором бронированные полицейские дроиды-скауты помогают служителям закона в борьбе против преступных группировок. Их разработчиком является молодой ученый Деон Вилсон, который решил создать невозможное искусственный интеллект, способный не только к вычистительной работе и исполнению приказов человека, но и к чувственной творческой деятельности и сопереживанию. Деон выиграл поврежденного списанного робота-копа и внедрил в него новую программу. В результате машина обрела душу и стала развиваться и познавать мир, как обыкновенный маленький мальчик. На восьмом месте на этот раз бездушная машина для боев на ринге «Атом» из фильма «Живая сталь», который получил свое имя из-за небольших размеров. Этот робот был предназначен разработчиками специально для спарринга, чтобы играть роль мишени. Он имеет функцию тени и может повторять движения человека, но самое главное – это его прочность. «Атом» может выдерживать мощные удары соперника, но при этом не в состоянии атаковать сам. Однако благодаря маленькому мальчику Максу «Атом» из боксерской груши превращается в чемпиона и любимца публики. На седьмом месте очень грозный робот Шрайк из фильма «Хроники хищных городов», который ранее был известен как Кит Солэнд. Он киборг, созданный для участия в военных действиях. Таких киборгов называли «сталкерами» или «воскрешенными». Сталкеры создавались из только что убитых в сражении людей. В их тела внедрялись новейшие технологии, а вышедшие из строя органы и части тела заменялись на металлические. Шрайк целеустреблен до безжалостности и демонстрирует склонность к насилию, соответствующую его военному происхождению. Он обладает огромной силой и прочностью. Шрайк способен в одиночку уничтожить население целого города. На шестом месте «Бродяга». Гигантский боевой робот, созданный для защиты населения стран Тихоокеанского кольца от нападения гигантских монстров Кайзю. Этот егерь третьего поколения Тихоокеанского оборонного корпуса – один из самых старых егерей на вооружении, оснащенный еще ядерным реактором и пилотируемый Ралли Беккетом и Маку Мори. Ранее управлялся братьями Ралли и Йенси Беккетами. Пилотирование осуществляется при помощи синхронизации разума пилота и интерфейса машин. На пятом месте главная героиня фильма «Алита. Боевой ангел» – это миловидная молодая кибернетическая девушка с большими глазами, и вместе с тем совершенная боевая машина, которая, несмотря на нечеловеческую силу, способна чувствовать, сопереживать и, конечно же, влюбляться. По сюжету ей как минимум 300 лет, а в груди у нее бьется сердце на основе утраченных технологий с питанием от реактора на базе антивещества, способное запитать целый нижний мир. На четвертом месте последняя версия меха Годзиллы из фильма «Годзилла против Конга». Здесь он является главным антагонистом. Меха Годзилла очень похож на оригинального монстра. У него есть серия коротких металлических пластин, напоминающих спинные пластины Годзиллы, а его хвост снабжен смертоносной дрелью. У Меха Годзиллы также есть установленные на плече ракетные установки, способные мгновенно оглушить Годзиллу. Плюс к этому робот обладает красным энергетическим лучом, способным прожечь взрослых черепозавров. У Меха Годзиллы есть и двигатели, установленные в его спине и по бокам, что позволяет роботу быстро двигаться или добавлять импульс к его ударам. Открывает тройку лидеров самый известный робот-полицейский Робокоп. Это киборг, созданный на базе центральной нервной системы погибшего при исполнении служебных обязанностей сотрудника полицейского департамента Детройта Алекса Мёрфи. Корпус Робокопа представляет собой модель тела человека, которая создана с применением сплавов на основе титана. Корпус хорошо бронирован, большинство видов холодного и огнестрельного оружия не представляют для него никакой угрозы. На втором месте самый крутой трансформер Optimus Prime. Он является бессменным лидером автоботов. Корпус выполнен из кобальтового суперсплава, который делает его устойчивым практически к любым ударам и взрывам. Кроме того, в режиме робота у него единственные из автоботов на груди расположены окна, которые могут раскрываться, а за ними находится камера, в которой хранится матрица лидерства. Optimus Prime без страха и сомнения вступает в бой и уничтожает трансформер в разы больше, чем он сам. Ну и на первом месте самый культовый робот всех времен и народов Терминатор Т-800, который своим первым появлением в обличии Мистера Олимпе просто обескуражил всех зрителей. В основе Т-800 каркас из титанового сплава, в общих чертах имитирующий скелет человека. Каркас неуязвим для любого крупнокалиберного стрелкового оружия. Источником энергии служит миниатюрная реакторная установка с двумя топливными элементами, расположенная в грудной клетке. В зависимости от назначения конкретного экземпляра, каркас может быть покрыт оболочкой из живых тканей и органов человека. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok